Ретрансляция. Сегмент 5. Поиск совпадений во времени. 105-й день после великой катастрофы. Говорит посланник. Синий цвет. Мы думаем, что все видят его одинаково. Океан, небо, ультрамарин и вакляйна. А если ваш синий и мой синий разные цвета? Правда ли, что мы видим одно и то же? Частоты столь высокие, что и слышат лишь немногие. Повышенная чувствительность ко вкусу еды. Цвета, которые большинство людей не способны увидеть. Высокий голос, что звучит как звон стекла. Восприятие формирует реальность. Дельтонизм. Звон в ушах. Сверхвкус. Тетрахроматия. Синестезия. Реальность. Математическая модель, которая решается раз за разом самим наблюдателем. Ваши мысли — это вычисления. И они преобразуют этот мир в ваш собственный. Этот процесс индивидуален. Разные умы создают разные реальности. И эти реальности могут кардинально различаться. Разум определяет яркость вкуса, чувствительность, степень понимания. Восприятие определяет перспективу. Где один видит череп, другой видит девушку в зеркале. Где один слышит тишину, другой слышит чарующие голоса. Мозг определяет глубину вашего восприятия. Мы создали вас и ваши чувства такими, чтобы вы могли воспринимать лишь то, что нам нужно. Ни больше, ни меньше. Мы скрыли от ваших чувств некоторые области времени. Так было нужно. У нас шесть чувств, у вас пять. Угадаете, какого вы лишены? Много веков люди боролись за свободу. Но прутья клетки не окружают вас. Они внутри. Разум не позволит вам странствовать по неизведанным территориям. Клетка Фарадея в мозгу. Смирительная рубашка для разума. События, такие как Апсвик и Джулия, породили в интернете много теорий. Странные звуки, услышанные лишь раз. Консткамера для людей современной эпохи. Однако, это были послания, такие как это. Они ждали получателя, совместимого с ними процессора. Самые восприимчивые осознают границы своих возможностей. Они пишут пространные исследования. Научно-фантастические произведения. Некоторые просят нас о конце света. Но этим все и огранчиваюсь. Вымыслом. А как иначе? Реальность зависит лишь от воли наблюдателя. Эффект Допплера, лента Мёбиуса, Дежавю, Цикада 3301, УВБ-76, момент истины, амбиграммы и аноморфозы, проблема перебора. Ход Шрёдингера мёртв или жив. Это зависит от восприятия. От того, что Коробка не скрывает от вас. Думайте. Думайте. Освободите свой разум. Исследуйте границы своей реальности. Субтитры подогнал «Симон»